Имя Отца и Сына и Святаго Духа. Увещание Святаго Отца нашего Иоанна Златоуста Феодору Падшему. Продолжение. Велико человеколюбие Божие. Никогда он не отвергает искреннего раскаяния, но хотя бы кто дошел до самой крайней порочности, а Патрон решил бы возвратиться опять оттуда, на путь добродетели, и такого он принимает и приближает к себе, и делает все, чтобы привести его в прежнее состояние. Еще более человеколюбие вот в чем. Если кто окажет неполное раскаяние, то и краткого, и малого он не отвергает. Даже из-за него назначает великую награду. Это видны из слов пророка Исаии, которые он сказал о народе иудейском. За грех коростолюбия его я гневался и поражал его, скрывал лицо и негодовал, но, наторотившись, пошел по пути своего сердца. Я видел пути его и исцелю его, и буду водить его, и утешать его, и сетующих его. Засвидетельствует нам это и тот нечестивый царь, который женою своею был увлечен к преступлениям, но, как только заплакал, оделся во вретище и раскаялся в своих беззакониях, то и преклонил к себе милость Божию, так что избавился от всех угрожавших бедствий. И сказал Господь Ильеи, «Видишь, как смирился предо мной Ахав, за то, что он смирился предо мной, я не наведу бед в его дни, в одни сына его наведу беды на дом его». Третий царств 21.29 «За то, что он плакал пред лицем Моим. Опять позже Монасия, который безумием и жестокостью превошел всех, не испровел законное богослужение, затворил храм, способствовал процветанию идольского заблуждения и был нечестивее всех предшественников, когда потом рассказа был причислен к Божьим друзьям». Вторая книга Паралипоменон 33.12 «Если бы он, посмотрев на тяжесть своих беззаконий, отчаялся в своем обращении и исправлении, то лишился бы всего, что получил после. А теперь, возрев место чрезмерности своих грехов, но беспредельность благоутробия Божия и расторгшие узы явости, он восстал, подвязался и доброе течение совершил». Впрочем, Бог отсекает по мысли отчаянно не только тем, что было с этими царями, но и словами пророка. «Не ожесточите сердце у вашего, как в мире Иви, как в день искушения в пустыне». Псалом 94.8 Выражение «дней» здесь относится ко всей жизни, даже если угодно и к старости, потому что покаяние ценится не по продолжению времени, но по душевному расположению. Так, для неневитян не было нужды во многих днях, чтобы загладить грех свой, но краткого, дневного срока было достаточно для изглаждения беззакония их. И разбойник не в течение долгого времени достиг входа в рай. Но во столько времени, смыв все грехи всей своей жизни, сколько употребляется его на произнесение одного слова, получил еще прежде апостолов награду прославления. Посмотрим и на мучеников, которые не во многие годы, но в несколько дней, и часто, и в один только день удостаивались светлых венцов. Итак, нам всегда нужно иметь бодрость и великое усердие, и если так настроим совесть свою, что возненавидим прежнюю порочную жизнь и сберем противоположный путь с такой силой, какую хочет и требует Бог, то от времени ничего не потеряем, так как многие быв последними, опередили первых. Тяжко не падение, а то, чтобы упавший лежать и уже не вставать. То, чтобы произвольно делая зло и пребывая в беспечность и помыслами отчаяния прикрывать слабость воли. Таким людям и пророк, недоумевая, говорит, «Разве упав не встают и, совратившись с дороги, не возвращаются?» Иеремия 8, 4. «Если же ты спросишь нас о тех, которые после уверования опять пали, то все сказанное относится и к ним. Ибо кто упал, то был прежде в числе стоявших и не лежащих, иначе как бы он и пал. А еще будет сказано отчасти притчами, отчасти яснейшими делами и словами. Так овца, которая делилась от 99 и потом опять была приведена назад, изображает нам не что иное, как отпадение и возвращение верных. Потому что она была овца, и притом не другого какого-нибудь стада, но и числа прочих овец. И прежде послась с пастырем и заблудилась необычным образом но в горах и стремнинах, то есть на пути каком-то далеком и весьма уклонившемся от прямой дороги. Но пастырь оставил ли ее блуждать? Никак. Он привел ее назад, не пригнав и не бив, но взяв на ремена свои. Ибо как лучшие врачи с великим попечением возвращают здоровье одержимым продолжительную болезнью, не только врачуя их по правилам врачевания, но иногда и доставляя им удовольствие, так и Бог весьма испорченных людей обращает добродетели не вдруг и насильственно, но тихо и мало-помалу, и всегда помогая им, чтобы не приключилось его большего отчуждения и продолжительнейшего заблуждения. Но это указывает не только эта притча о блудном сыне. Он также был не чужой, как кто-либо, но сын и брат благонравного сына, и не зринулся не в маловажный порок, а в самую, можно сказать, крайнюю порочность. Богатый, свободный, благородный, сделался несчастнее рабов и чужих людей и наемников. И однако, он опять возвратился в первобытное состояние и получил прежнюю честь. А если бы он отчаялся в своей жизни и пал духом от постигших его бед остался на чужбине, то не получил бы того, что получил, а изнуренный голодом погиб бы самую жалкую смертью. И так как он раскаялся и не впал в отчаяние, то после такого растления опять является в прежнем благообразии, облекается в прекрасную одежду и получает больше не падшего брата. «Вот, я столько лет служу тебе и никогда не приступал к приказанию твоего, но ты никогда не дал мне козленка, чтобы мне повеселиться с друзьями моими. А когда этот сын, твой расточивший имение свое с блудницами, пришел и заколол для него откормленного теленка». Лука 15, 29, 30 «Такова сила покаяния. Имея такие примеры, мы не станем коснеть пороков и откладывать обращения, но скажем и мы. Иду к Отцу моему и приблизимся к Богу. Он сам никогда не отвращает от нас, но мы удаляем себя от Него. «Разве я, Бог, только вблизи, говорит Господь, а не Бог и вдали?» Иеремия 23, 23. И опять через пророка Укария Иудеев говорит, «Беззакония ваши превзошли разделение между вами и Богом вашим». Исайя 59, 2. «Если же это удаляет нас от Бога, то разрушим эту пагубную преграду, и ничто не будет препятствовать нам быть близко к Богу». Послушай, как это происходило на самом деле. Укаринфян один знатный человек совершил такой грех, какого не слышно было между язычниками. Он был верный и из близких ко Христу, а некоторые говорят даже, что он был из числа священнослужителей. Что же? Исключил ли его Павел из общества спасаемых? Никак. Сам он много раз и там, и здесь укорял коринфян за то, что они не привели его в покаяние, желая показать нам, что нет греха, который бы не мог быть уврачован. Он опять об этом человеке, который совершил хуже язычников, сказал, «Предать сатане во измождение плоти, чтобы дух был спасен в день Господа нашего Иисуса Христа». 1 Коринфянам 5.5 Но это еще до покаяния. Когда же тот покаялся, то он для такого довольность его наказания от многих, 2 Коринфянам 2.6, и предписал утешить его и принять его покаяние, дабы не возобладал им сатана. И целый народ галатов, которые пали после того, как уже веровали, совершали знамения и перенесли много искушений за веру во Христа, он восстановляет опять, «Что они творили чудеса, это выразил он словами, подающий вам духа и совершающий между вами чудеса». Галатам 3.5 «И что они много страдали за веру, это выразил словами, «Столь многое потерпели вы неужели без пользы? О, если бы только без пользы!» Галатам 3.4 «Между тем, после такого приспияния они совершили грех, который мог отчуждать их от Христа, и о котором сам Павел выражается так, «Вот я, Павел, говорю вам, если вы обрезываетесь, не будет вам никакой пользы от Христа». Галатам 5.2 «И еще, вы, оправдывающие себя законом, остались без Христа, отпали от благодати». 4.5 «Однако, после такого падения он с благорасположением говорит им «Дети мои, для которых я снова в муках рождения, доколе не изобразится в вас Христос»» Галатам 4.19 «И однако, после такого падения он с благорасположением говорит им, показывая этим, что у нас и после крайнего растления может опять изобразиться Христос, потому что он «Живу я, говорит Господь Бог, не хочу смерти грешника, но чтобы грешник обратился от пути своего и жив был». Иезы Кииля 33.11 Продолжение следует. Продолжение следует...